Между событиями, произошедшими в квартире 93-летнего ветерана и началом истории, прошло более года. Как установило следствие, в начале 2017-го двое рязанцев выполняли строительные работы на дачном участке, принадлежащем мужчине. Тогда один из них, воспользовавший доверительным отношением, взял 395 тысяч рублей в долг, заранее зная, что не будет их возвращать. 26 марта 2018 года те же рабочие, а также двое их знакомых пришли к ветерану. 47-летний житель Московской области требовал сказать, где деньги. Когда ответ не последовал, связал ветерана скотчем и пошел обыскивать квартиру. Здесь ничего не было, кроме белья. Выдавил нижний ящик. Так, погодите. Как он? Еще раз. Так, дальше. Мужчина забрал пакет и пошел к подельникам, однако в пакете оказались документы, а не деньги. И он вернулся обратно. Еще раз он спросил, где у него имеются денежные средства. На что он мне сказал, что там кто-то забрал. Не помню. Я чего не ухотел, пытался узнать, что там. Кто это такой? Милиционер, офисковый, бандит. Я не знаю, кто это такой. На что он сказал, я не знаю. Назвал фамилию, не помню. Вот. После этого он остался здесь и я вернулся в комнату к этому столу. Там, да? Да, к тому. Он каким образом остался съеден? На стуле вот съеден. В столе подозреваемый нашел 1200 рублей. Из шкафа в ванной комнате достал ноутбук и забрал несколько телефонов, два сотовых и стационарные, а также электронную книгу. Вину признаете? Частично. А в чем частично? В том, что я зашел сюда, в то, что заматывал скотч, в то, что сделал бардак. Вещи похищены, да? Да. Нанесение телесных повреждений. 162-я даже, это не 162-я. Сейчас про квалификацию, я думаю, другой разговор. Я имею в виду телесных повреждений на насилие? Нет. Все понятно. Подозреваемый ушел, даже не подозревая, что ветеран не переживет эту встречу. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней удалось задержать троих подозреваемых в совершении данных преступлений. Еще один злоумышленник до настоящего времени находится в федеральном розыске. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении разбоя, грабежа, мошенничеству в крупном размере и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Окончательное наказание для них определить суд в отношении скрывающегося подозреваемого материала уголовного дела вынесено в отдельное производство. Дина Ислеева, телекомпания «Город».